Во имя Отца, Сына Святого Духа, Аминь Христос посреди нас. Дорогие братья и сестры, часто в пасовской работе встречаются с таким понятием, когда в семье такие моменты, как рукопекладство, грубость, жестокость по отношению к жене присутствуют в семье. Бывает такое, что, конечно, жена бывает виновата в чем-то. Это касается именно того, что она впала в большие пороки пьянства, блуд, сварливость, жестокость и много чего, которое может мужу и не нравиться. И потому муж идет на крайнюю меру, он начинает свою жену бить. И это приводит к тому, что семейные узы в такой семье некрепкие. Потому что, когда муж есть глава семьи, но он есть глава семьи духовной, то есть он не физически глава семьи, который может именно по отношению к жене делать такие насильственные действия. Потому что это исправляется совсем другими методами. Это исправляется беседой духовной. Это исправляется именно тем, что люди начинают по-другому, чтобы видели этот мир именно через христианство. Когда семья приходит в христианскую веру, тогда эти моменты уже уходят из жизни семьи. Бывает и жена начинает изобличать мужа в том, что он пьет, деньги тратит на пьянки, что он тоже ведет порочный образ жизни. И мужу это не нравится, он начинает бить жену. И здесь тоже именно присутствует момент того, что как бы жена права в этом деле. Но мужу тоже не надо распускать руки, потому что это тоже именно обличение его. Он должен воспринять как именно то, что в чем-то он виноват. Тоже покаяться и начать новую жизнь. Потому что именно рукоприкладство никогда не приводило к тому, что эти семьи как бы жили долго, они были счастливы, они жили в любви. Потому именно рукоприкладство не является тем средством, которое помогает в воспитании кого-то. Потому что это один демон. Именно есть заповедь не убить. То есть человек одним демоном хочет убить другого демона. Как пьянка, блуда, злоречие. Это друг друга не выбивается. Это наоборот ускоряет именно конфликтную ситуацию. И потому люди в этом отношении падают духовно. И потому только христианский подход к этому вопросу, только покаяние, только совместная беседа, а потом молитва может привести к тому, что люди могут покаяться и начать другую жизнь. Поэтому всем нам Божьего благословения. Пускай Господь нас благословляет и не попускает нам таких опасных грехов, как рукоприкладство, чтобы мы потом не впадали в разные другие пороки, грехи, что приводило к печальной развязке нашего брака. Христос посреди нас. Христос посреди нас.